ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Когда я тренировался по боксу, я не мог себе представить, что я решу тренировать детей, и ко мне пойдут люди. То есть из-за того, что я начал заниматься, ну, биться на махаче, просто выложил, как бы, объявление в шесткую инфо, как бы, ко мне просто начали родители записывать своих детей, дети сами писать, в инстаграме меня видят, и просто пишут, там, можно там заниматься, там, какие условия, и так дальше. Ну, когда я тренировался по боксу, я, как бы, этого не представил бы себе. Сын родился, ну, и гиперактивный он, бегал по двору, и футбол гонял, как бы, я боксом занимался, и борьбой, и боксом, как бы, с детства я его подтренировал по-своему, но потом, чем лет, я ему решил предложить пойти на бокс. Говорю, пойдешь сына на бокс? Он говорит, конечно, папа пойду. Мне было приятно, что я его не заставлял, никаких не было таких упреков у него. Ну, пошел на бокс, и со школы приходит, и идет на бокс, на тренировку, без заставляя. В Порцовске довольно такая, спыльчивая молодежь, и я бы не сказал бы, что тут есть как бы пагубные места, то есть те же там клубы, где погулять, как бы, и много как бы молодежи все-таки заходят в блуд, как бы, идут, гуляют, сейчас, сейчас, я просто себя вспоминаю, когда я тоже, сейчас, давай, заново, да? По поводу достижений, вот, получается, это все мои медали по боксу, тут также есть по футболу, ну, немало, правда. Это, как бы, у меня была цель, наверное, мечта, как я только поступил в Бровары в девятый класс, попасть на чемпионат Европы, для меня это было что-то сверху. Жалкая медаль не получилось взять, но когда я, как бы, вот смотрю на эту фишку, это выдавали участникам, то есть я сразу вспоминаю, что я участник чемпионата Европы, и это действительно для меня, ну, гордость. Если посчитать, я с первого сезона на «Махаче», первые три сезона, у меня было вот три боя уже, потом еще четвертый, сейчас идет, будет девятый, и парень, который, даже тот же мой соперник, доминатор, вот этот, он, как бы, появился в четвертом или в пятом сезоне, и у него уже четыре поединка, как у меня. У меня есть такое, что у меня как черная полоса, может, даже кто-то сглазил, потому что буквально я начал готовиться за полтора месяца, то есть я сначала разбил голову себе, так, ну, сильно, то есть зашили мне вот тут, получается, четыре шва наложили, и разбил ее на футболе, то есть, как бы, вроде бы, футбол, как бы, ну, сравнить футбол «Махач», да, ну, где траму можно получить, да, а четыре боя, как бы, не получал, а тут я на футболе именно серьезно разбил, и случайно так получилось. У меня высшая цель, на данный момент в «Махаче», у меня цель забрать пояс, а там уже будем смотреть, что будет дальше у «Махача», а цель по жизни у меня просто стать достойным человеком в этой жизни, и чтобы у меня все получилось, и чтобы я жил вообще потом в своем 30-ти в кайф, вот это я хочу. Показать? Не, ну, тут есть место, там, где я бил, пацанов? У меня, кстати, здесь... Это никто, который бил, да? Не, ну, если я позвоню, там, ходят на Грузию, то, конечно, приедут. Не, в натуре, вот тут у меня рекорд, пацаны, больше, чем в натуре на «Махаче», в разы. Как выпал выбор на кулачку? Я всю дорогу вот жил спортом, боксом, вот, капец, фанател, я же говорю, у меня не было за что жить. Вот так, смотрите, утром я на работе, днем я иду на тренировку, я же говорю, постоянно в спорте, горел в спорте, там, капец как. Потом у меня ситуации в жизни сложились нехорошие, там, мама умерла, я начал, ну, не было за что жить, я пошел работать. Работал я, поехал в Польшу, поработал в Польше, приехал сюда, и тут появился ваш проект. Всем привет, Житомир на месте. Я именно загорелся и начал очень сильно пахать. Благодаря «Махачу» я начал мыслить здраво и работать более в спорте уже. Опять вижу цель, хотя ее уже не было. Типа, это топ для меня. Я, честно, вообще люблю «Махач». Отвечаю. После боя «Махача» очень много молодежи равняется, даже смотрят на меня, хотя, я же говорю, до этого я себя нехорошо вел, и вот они на меня смотрят и даже берут повадки какие-то нехорошие. Вот я сейчас стараюсь, я же говорю, исправляться, потому что благодаря «Махачу» на меня внутри начали смотреть, и меня начали ценить, и даже ставить пример. Чувствую я вообще себя заряженным, готов драться. Я заряженный 24 на 7, мне не важно, 5-10 раундов, я вижу цель и иду к ней. Не имею значения, сколько раундов, честно. Готов хоть 10. Физуха, я всю дорогу бомблю, типа я готов всегда. По поводу физики я за себя даже не волнуюсь, я уверен в себе. Все будет бомба. Мы находимся в Одессе, на трассе «Здоровье», в Отраде. Здесь очень хорошее место, можно хорошо отдохнуть. Много провожу здесь время. Я сюда попал через друга, то есть это друга клиника, лаборатория. Он мне помог, Сипас зовут. Я ему сказал, что он знает, что я дерусь, и тяжело было работать в охране и тренироваться каждый день. Он мне помог, он взял к себе помощником, чтобы я у него работал зубным техником. И из-за этого я начал тренироваться каждый день, готовиться очень хорошо. И мне не мешало. Я пришел, поработал, ушел. Такой даже был больше свободный график здесь. Работа вообще хорошая, но я уже с ней тоже закончил. Когда ты потренируешься, у тебя с руками проблема, что-то выбил, разбил или мышцы растянул. Ты должен взять и доделать работу. Так проходит моя тренировка каждый день. Дальнейшие планы. Я возьму пояс. Это первый план, который мне стоит. А второй план... Или буду бойцов стоп-дога бить, или еще кого-то пусть привозят. У нас, получается, пятеро в семье, пятеро детей. Четыре брата. У нас старший брат есть, он занимался разными дисциплинами, там, самбо, бокс и так далее. А я всегда смотрел на него и тоже хотел заниматься. Ну, я был... Мне было, там, лет десять. И я маме говорил, ну, отдайте меня на бокс, там, хочу заниматься и так далее. Мама говорит, ну, ладно, хорошо, говорит, ну, отдадим. Говорит, ну, тебе же надо в чем-то заниматься, там, спортивный костюм купим тебе и пойдем. И меня вот так вот оттягивали, оттягивали. То есть, ссылались как-то на спортивный костюм. То, что нету, из-за этого, типа, ты не пойдешь. И в итоге, ну, в общем, в возрасте 12 лет меня отдали на бокс. И я усердно, в принципе, занимался, мне нравилось этим заниматься. Буквально через полгода я уже начал выступать на соревнованиях. Первый бой свой выиграл. Для меня это была такая радостная, такая серьезная победа в том возрасте, тем более ребенок. И вот как-то пошло. И до 28 лет моя карьера продолжалась. То есть, за это время я и призером чемпионата Казахстана становился, и в сборную чемпионата Казахстана входил. Больше 300 боев провел на любительском ринге. Каких-то там мировых или олимпийских возможностей не было. В том плане то, что, ну, как бы, у нас систему, мы все знаем же нашу. Кто, получается, у кого возможностей больше, кто-то едет. Хотя ты ничем не проигрываешь им. Тренирую в зале, как обычно, ребят, занимаемся. И тут друг говорит, давай я, говорит, за тебя заполню заявку, говорит. Махач проводит этот. Я говорю, что за заявкой вообще? Ну, там надо то, 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 твои параметры, короче, в общем. Ну, все, это мы сделали, там ролик отсняли и все такое. И он отправляет эту заявку. Через пару дней он обратно приходит на тренировку. И говорит мне, так, так, Махач тебя пригласил на кастинг. Так, так, я говорю, что говорю? Какой кастинг? Он говорит, так вот, мы же подавали, то все. Типа, поедешь? Я говорю, поехали. Ну, родители все нормально, болеют, переживают. Сейчас уже, как-то я же говорю, вначале мама относилась очень скептически к этим боям. Сейчас она уже полностью смотрит эти бои. И знает почти всех бойцов. Где-то, когда говоришь, даже прямой эфир этот, она говорит, нет, я смотреть не буду. Ты, говорит, выиграешь бой, позвонишь, расскажешь. Все. Потому что вживую она смотреть нет. Да, были моменты, когда я выступал на соревнования по боксу. Она несколько раз приходила, но сказала, после этого я больше не приду. Цели в жизни? Какие цели? Самая главная цель в жизни – это семья, это родные, чтобы было все нормально. Мы находимся в отеле «Премьер Палас», в котором я работаю с 2005 года. Для меня он стал уже как дом родной. Работаю здесь водителем. Я пришел когда-то в 16 лет записаться в секцию бокса. Мне сказали, что я уже старый, в 16 лет. Был один тренер такой, менее покойный. И я пришел уже в 22 года к своему первому тренеру, Федору Васильевичу. Привет ему большой. Так что где-то в 1999 году я первый раз одел перчатки. Так как я уже пришел не пацаном в зал, меня использовали больше как спарринг-партнера, но я достиг кандидата в мастера спорта. Выступал больше здесь, по городу Киеву максимум. Выступал в мастерском турнире в Чернигове, где занял второе место. Единственный человек, у которого я взял автограф, это был Майк Тайсон. Короче, встретил я, говорю, хеллоу, Майк Тайсон. Не, я сказал, хеллоу, мистер Тайсон. Попросил мне автограф как-то там жестами, просто растерялся, даже позабывал все английские слова. Так большой, да, мощный парень, чемпион. Я всю жизнь тренируюсь, ну, больше 15 лет, в клубе бокса «Казак». И там у нас Коля Кеуш, который здесь выступил красиво. Рассказал про этот проект. Я решил тоже попробовать. Подал заявку, прошел, отобрали. Сначала никакого страха не было вообще, было огромное желание. Хотя перед самым выходом уже в мешкогон своим секундантом, говорю, что я очкую. Настрой выйти, забрать свою победу. Буду… Мы с Петей нормально общаемся, после дебюта с ним созвонились. Поддержим такие дружеские отношения. Но, когда выйду в мешкогон, он будет мой враг. Я его буду убивать просто там. Постараюсь сделать все, что умею. Такое настроение. В 2000-х годах я как раз закончил службу в армии. Белоруссия стрельнула на Европе по тайскому боксу. О белорусах узнали именно в тайском боксе. И я загорелся, тоже армия пошла мне в плюс. Я там начал увлекся тайским боксом. По возможности выезжал. Ну, как приходилось кататься за свои денежки. Ездил на соревнования, выступал. Получал удовольствие. Ну, где-то выигрывал. Потом 2005-й год. В 2006-й родился у меня первый сын. Потом второй сын. Потом третья дочь. И о каких соревнованиях может быть речь? Правильно. Бывших спортсменов, мне кажется, не бывает. То есть, если ты в спорте хотя бы более 3-5 лет, то все. Ты сидишь. Ты как наркоман. То есть, ты в нем. Ты не спрыгнешь. Ты можешь на год там, на полгода остановиться где-то, но потом все. Начинает тебя уворачивать всего. Кости скручивать, ломать. Ты все равно побежишь. То есть, даже не в зале, не боксировать будешь. Но ты будешь бегать, ты будешь прыгать, ты будешь отжиматься там. Бывших спортсменов не бывает. Приятно и как-то спокойно от того, что у нас в принципе в стране за последний год-два развивается спорт боевой прям сильно. Это коммерческий спорт, это ММА, там опять же все бои. И то, что пошли коммерческие деньги в спорт у нас наконец-то. Потому что государство никогда этим не занималось. А сейчас это все есть и есть возможность выбрать. То есть, если раньше не было ничего практически или там супер какое-то нелегальное, полулегальное и так далее. То, что я к чему знал, что вот есть доступ, чтобы отбоксировать за какие-то деньги. Потому что, как я слышал, чемпионат Украины по боксу у нас первое место 10 тысяч гривен. Ну типа, вы понимаете кто-то, что такое выиграть Украину по боксу? Тренера, те, чей совет я слушал, мне говорили о том, что мне надо больше делать борьбы, больше клинча. У нас же разрешен активный клинч. И вот в такой манере я должен его выигрывать. То есть, потому что на дальней дистанции рычаги у него длинные. Как бы он чуть опытнее, поопытнее спортсмен. И из-за этого мы готовили вот такие вещи. Первый раунд я выиграл полностью, второй раунд он забрал. Но он начал падать. То есть, что было? Он начал в какой-то момент там даже на прямой трансляции, вот этой, которую выставили, даже там есть как бы без повторов момент о том, что вот просто он руками у меня под коленями. И типа, это же реально проход в ноги. Ему никто за это замечание даже не сделал. А нам до этого говорили о том, что борцовская техника запрещена. Вот. И я не думаю, что я попадал ниже пояса, если честно. Но я знал о том, что будет так. Я знал, что Булгаков любит эту грязь. Я знал, что он любит апеллировать к рефери. И рефери его слушают почему-то. И это происходит в каждом бою. Вот. Я знал, что нельзя вестись на эту херь. Нельзя ему это позволять. Но, как бы, у меня ничего не получилось с этим сделать, к сожалению. Тем не менее, мне, конечно, нравится понимать, что я вот этого самого техничного перебоксировал. А он, как бы, выиграл за счет непонятной грязи, за счет того, что он падал на меня несколько раз. И, по моему мнению, просимулировал удары в пах. То есть... Но... Я думаю, я не знаю, будет ли трансляция и будут ли другие ракурсы. Вот. Но... Как бы, мое мнение такое. КОКОС! Это парень... Мне кажется, у нас с ним есть что-то общее. Вчера буквально на гидропарке мы гуляли на пляже вдоль воды. И побегала какая-то навстречу сумасшедшая собака. Очень агрессивно. Ну, типа, очень. Не знаю, сумасшедшая она была по факту или нет. Но... Прям агрессивно. На ШОКОКОС она раза в два больше его. На ШОКОКОС просто побежал навстречу играться. То есть, он... Она на него агрессировала, а он игрался с ней. И, типа, мне кажется, в этом мы чуть-чуть... Ой, извините. Мы чуть-чуть похожи. А еще у него тоже розовые уши, а у меня розовая кофта. Раз, два, три. Раз, два, три. Так же, как в начале работали. По полраунда. А потом... Там... Один, другой, один, другой. Поехали. Сначала только один бьет, второй защищается. Только один бьет, второй защищается. Потом поменяемся. Раунд два. Это по-другому. Это совсем по-другому. Это голые кулаки. То есть, мы же понимаем, что это на два раунда больше урона тоже ты будешь терпеть. В принципе, у меня, я разнообразно работаю. Я работаю над кардио, над, типа, над техникой, в парах, над жесткостью удара, над какими-то... Ну, там, я не знаю. Экспериментирую по-разному, потому что мне это дело интересно. Но такого опыта у меня не было. Мне всегда интересно в новое что-то идти. Я... Как бы... Я не хочу предсказывать ничего. Вот. Но мне интересно, как у меня это получится. Изначально, как я пришел в бокс, первый, кем я восхищался, это Рой Джонс был. Я вообще, я его, ну, кайфовал очень сильно. А потом, в дальнейшем, как повзрослел и начал заниматься... Ну, то есть, уже более осознанно я, Василий Ломаченко, перешел в бокс, ну, профессиональный. И вот тогда я начал очень много смотреть всяких фишек, как он делает. То есть, он левша, я левша. И, типа, достаточно много таких моментов я у него перебирал, которые сейчас у меня в моем арсенале присутствуют. Ну, и тут уже не секрет ни для кого. Когда-то я очень сильно фанател Конором Макгрегором и тоже воровал его фишки всякие. Ну, я ни о чем не жалею. Потом меня просто часто называли, типа, так сказать, павлоградским Конором Макгрегором, да? Потому что там были свои моменты, но я ни о чем не жалею, поскольку то, что я у него взял, на данный момент работает в моих боях. Я достаточно уверенно показываю это и выступаю, поэтому... Ну, сейчас, конечно, я ненавижу, когда меня так называют. Моя жена относится к этому настолько серьезно, даже серьезнее, чем я иногда. И бывает, она гонит меня на тренировки. Бывают у нас домашние тренировки тоже, само собой. Но она, безусловно, переживает все, что я переживаю. Это самое главное. То есть это мой самый близкий человек, который понимает меня из дне и знает, насколько много я отдал этому в своей жизни. И, соответственно, она всегда переживает. Она переживает больше, чем я в боях, потому что у нее постоянно слезы, постоянно эмоции. Она постоянно нервничает и хочет присутствовать там. И я хочу, это первая женщина, которой я всегда мечтал, чтобы она была рядом со мной. И, соответственно, вот ее энергия, поддержка просто неописуема в моей жизни, как в бою, так и в жизни. Поэтому многое, что сейчас мы проходим, это тоже большая часть заслуг ее. Знаете, у меня никогда не было проблем с физухой. Даже независимо от того, как я готовился, подготавливался к боям. И для меня формат, чем больше раундов, тем больше я раскрываюсь в дальнейшем. Поскольку я боксировал пять раундов по три в тейкбоксинге, плюс там ноги. И, соответственно, нагрузка намного тяжелее. Плюс, ну, как ни крути, то есть там тоннаж ударов и ногами, и руками, и коленями клинч, он намного более изматывающий, нежели кулачки. Да, кулачки тоже свои приколы, но я считаю, что я вполне готов функционально, физически. И для меня пять раундов, наоборот, это еще лучше, чем три, поскольку я раскрываюсь в поздних раундах и готов продемонстрировать лучшее, на что я способен в этом бою. Всем салют, с вами Тёма Агрессор. Так вот, короче, мы живем. Здесь спим. Смотрим телчик. Там вот по утрам тренируемся. На самом деле я изначально не сильно хотел выступать на голых кулаках. Я что-то думал, что это травматизм. Но потом как-то поймался на мысли, что, может, я так думаю, потому что я боюсь чего-то, и думаю, нужно пойти попробовать. После первого боя у меня было очень много травм. У меня был полума нос, палец, сечки под глазами. Но так сложились обстоятельства, что у меня немножко были проблемы с криминалом. Мне нужны были деньги на адвоката. Я только буквально зажил. И тут мне Махач буквально за неделю предложил второй бой. Я только зажил, а не тренировался. И я решил выскочить на коротком, так сказать, для себя. Набрал своему тренеру. Тренер был тогда на сборах. Он говорит, что ничего не помочь не смог. Только мог бы по телефону тебе дать программу тренировок и все. Но я все-таки думаю, что бы нет, попробую еще разок. И вроде получилось. И вот потом после второго уже кардинально меня затянуло с ушами. В 2014 году он только дрался первый бой свой. И вот мне что-то так понравилось, затянуло. Смотрел все эти фишечки его. Но тоже пытался научиться. У нас такой город. Нужно было за себя постоять. Любили подраться. В дискотеках на местных. Там, наверное, и были мои первые кулачные бои. Помню, как мы когда-то уже возвращались прямо в дискотеки. Там уже собрались с пацанами. И мы на машине отъезжаем. И видим, как какие-то пацаны неместные там наших, короче, крепят. Крепят. Ну и мой один хороший друг решил за них заступиться. Говорит, типа, водителю, стой. Мы останавливаемся, выскакиваем. Начинаем, короче, с ними рубиться. А конфликт был из-за того, что пацаны попробовали колеса. А эти меняли колеса. Получается, наши пробили, а те как раз меняли. И там лежали монтировки, все, что было под руками. И, короче, это все начало лететь. По рукам, по головам. Я, короче, выхожу с машины. Начинается суматоха, драка. И только чувствую, только по голове сзади, только бах, что-то. Я аж присел, знаешь. Не то, что упало, а именно присел. Поднимаюсь, разворачиваюсь. Стоит штрих какой-то, говорит. Говорит, что, ты кто? Я стою, тупо в недоразумении. Офигевший. Он тупо разворачивается от меня. Я прихожу у себя, так стук как по плечу, и он разворачивается. По бороде только. Раз, два. Он впал, короче. Тут сзади меня еще кто-то бьет. Ну и такая суматоха, суматоха. Там пацану по пальцам и монтировки летели, что угодно. И головы разбитые. Вот такое запомнилось. Я планирую для начала 19-го пройти Юру. Я думаю, это будет не так уж и просто, потому что он очень хороший, так сказать, боец. А в дальнейшем, я думаю, забирать пояс 70 кг. И, может быть, я бы даже спустился 65 кг и объединил бы два пояса вообще без проблем. Что они скажут про меня? Нет, что они скажут. Да, поехали. Серьезно? Да, конечно. Поздоровайся с ними. Окей. Это наш Оржевский ліцей. Тут я учился все свои 11 строков. Нормальная движуха. Как раз выкладчики идут. Добрый день. Юра, успеху тебе. Спасибо. Медаль привез. Медаль полюбов. Медаль, точно. Да, это наша школа. До речи, самые классные выкладчики, это они трое и пошли. Я был такой собак, что меня там вечно все обижали, били. Я был самый слабший в классе и так далее. А потом я всегда хотел пойти где-то на бою, но нас не было на районах. Вообще нигде не было. И я там ходил на туризм. Орентование спортивное, там бегал и так далее. И так далее. Даже перед туризмом я на футбол ходил. Футбол не понравился, потому что я не люблю командную работу. Пошел на туризм. Дуже не сподобалось. И вот только, я помню, иду домой. И дивлюсь, что там на стадионе село я занимаюсь с пацанами. Там так же до него ходил мой одноклассник. И я сейчас так задивился. И так и говорю, да, я приду на тренировку. Отличные отношения к людям меня поменялись. Все меня как-то начали бояться. Я помню, я пришел до села первый день через месяц. Идем на комнату села Украины. И говорит, это вообще длинн треш. Поехали, короче. Я туда ехал для того, чтобы получить какую-то пиздюлю. Я помню, я занял второе место в одном разделе, третье место в другом разделе. Ну, короче, прикольная движуха была. И с того часу оно так все поперло. И бои я просто живу этим. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! 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 Після школи я мог поступить на фізичное вихование. Я поступив, но там получилось так, что неправильно документы подав. И пришлось идти, куда очи бачить. И я пошел учиться на сварщика. Отучился там полтора года. Ну, это получается бурса. Я учился, но я знал, что оно мне не пригодится по жизни. Но, как видите, оно все-таки пригодится. В целом, мы придумали этот зал для того, чтобы тренировать людей, детей. Мы хотим делать на себе. Это в первую очередь. Буквально месяц назад мы все придумали. У нас уже был зал. Просто нас его убрали. И мы решили так же снова снять оренду залу. И, соответственно, открыть его. Мой принц Алекс взялся. Друзья думали, как меня будут называть? А то Матвей, а то Юра. И мне нужно кличку придумать. И брат таки каже, будешь Алексом? Львом – «Змага Даскара». Потому что у него прическа валить в разные истории. Он так же, как и у меня. И с того часу так начали все называть Алекс Алекс. На Махач я увидел, как мой тренер бьется. Ну, это первый бой. Я увидел, как он бьется там. Я так же увидел, что было четко. Я говорю до села, давай тоже попробуем. Я люблю такую движуху. Тем больше я на улице не маю возможности побиться, потому что не хочу. Я себе забороняю на улице биться. А вот там именно мне понравилась эта движуха. Давай попробуем. Подамо на кастинг. Я просто дам марить туда идти. Я так ждал цей кастинг. Так ждал, чтобы меня взяли. Я туда пришел. И это первый бой. Там рубаться, тин-тин. Это первый удар. Он вообще четкий был. После, когда пропустил все, сразу мне хочется адреналин. Бам! И пішел в рубку. И попал. И выиграл. Я хочу оставить часть себя в организации. Хочу что-то сделать грандиозное, чтобы все про это знали. И очень долго обговорил. Чи это будет бой, чи это будет действие. Я не знаю. Но хочу что-то оставить за собой в «Махаче». Началось это все с около футбола. То есть уличные бойцы. Для меня это привычно. А потом я узнал, что проводил такой промоушн, как «Махач» и кулачные бои. Решил заявиться. Потому что довольно интересно для меня это было. Как бы испытать себя. Насколько я силен. Ну, начал заниматься боевыми искусствами. Это где-то с первого класса, с 7 лет. Изначально это было дзюдо. В борьбе много уделял времени. А потом как-то поднадоело и перешел в «ММА». И в дальнейшем перешел в кулачные бои. Наравнялся в детстве всегда на брата. На старшего брата. Он профессиональный спортсмен. Мастер спорта по дзюдо. И как бы смотрел на него, как он на соревнованиях выступал. И хотел быть таким, как он. Вот, в принципе, этого и достиг. С ним знакомый бойцам клуб. Реально всем знакомый. Клуб Реконкиста. Который был на вокзальной. Вечером проводились бои. Вот. И я там провел 12 боев. 11 выиграл, один проиграл. И то у меня один проиграл из-за того, что мне подлили воду. Короче, фигню там одну. Это я знаю. Ну, доказать я не могу. Но я знаю это просто. Потому что я прошел медосмотр. Когда чуваки подлили. Ну, я задохнулся просто в первом раунде. Ну, это впервые такое, знаешь. Даже самым потом интересным было. Отходил после боя. Где-то полчаса, наверное. Я вообще дышать не мог просто. Вообще. То есть, тогда пацанок, ну, лицо поразбивал. Он мне выиграл, чем я задохнулся. И он взял меня просто на речах. Вот. Потому что я чистый был. А у него лицо разбито было. Ну, вот. Вот. Честно, я футбол вообще не смотрю, вообще не увлекаюсь, не было прикольно это покричать, подраться в те времена, такой заряд адреналина был. И все друзья были, все поддерживали, все было прикольно, так весело, отлично для меня. А футболом не увлекался, даже не играть не умею. Поломал носом, поломал тута и отута. Вот через это я в шлеме тренируюсь, до этого никогда в жизни не тренировался в шлеме. Ну как, точно никогда в жизни, это так скажу. Вообще я тренировался, но тогда же поломали, я десь две недели отдыхал, а операцию делать не хотел, потому что опять же соревнования, я сейчас сделаю операцию, нужно 5 месяцев, чтобы носа никто не трогал. А если я сейчас сделаю операцию, например, полгода не буду выступать, тута вилечу, получается, из финального боя, и вот этот весь путь будет, грубо говоря, зря. Вот это сейчас боксируем, и тогда будем делать. Все остальные бои, что я там боксировал, я боксировал с горячими молодыми пацанами, а там я боксировал, как с железобетонной плитой. Вот такие вот ощущения. Не хватило мне, это уже я сейчас понимаю, типа подвозможать треба, ну как бы физически. Когда пацанам там по 25 до 30 год, я с ними могу боксировать, а когда человек всю свою сознательную жизнь качается, тренируется, именно в физухе, типа вот такой, я бью и чувствую, что он ловит, ну и не иди назад. Вот физуха, мне показалось, что нужно подтянуть физухи, чуть физически помощнее быть. Если я тренируюсь, значит я не работаю. Если я тренируюсь, значит в итоге оно должно что-то принести. Как бы тут на кулаках, если я уделяю этому время тренировки, отказываюсь от работы, но постоянно регулярно тренируюсь. Я знаю, что на исходе у меня будет бой, я отбоксирую, выступлю и что-то из этого получу. И этот период, когда я тренировался, но не работал, я перекрию. Моя семья в финансовом плане не почувствует того, что я забил на всех и исключительно тренируюсь. А в любителях, например, чтобы поехать на чемпионат Киева, мне нужно соответственно подготовиться туда тоже, чтобы кто не приедет. Я должен тренироваться и туда поехать. А на чемпионат Киева мне дадут медальку, грамоту, скажут, ты хороший парень. И все, на этом все закончилось. А потом, что дальше? Хорошо показать себя в финале Гран-при, хорошо себя показать. И боксировать дальше, боксировать. Пока будет позволять здоровье. Желание позволяет, хочу. Пропадет желание, перестанет боксировать. Но пока желание есть. И на ближайших пару боев желание есть тоже. Я хотел бы, хотел бы, ну, с уровневым пацанами, с хорошими, хотел бы боксировать. И дай Бог все будет получаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова